Для наученцев средней школы номер 3 города Рогачёва день веда у сёлита станет особливым. Установе адукации, якая была побудована 50 годов тому, давно потребовался капитальный ремонт. И вот сразу после закончения занятков у МАИ приступили до будовничных работ. Усяго за три месяца школа набыла совсем новый, как внешний, так и внутренний в облик. Принимала участие, в помощи нам оказывали и родители, тоже им большое спасибо, и дети, и волонтеры, как нашего района, так и Жлобинского района. То есть все, кто был неравнодушен к красоте нашей школы и нашего района, все принимали большое участие. Змены закранули школу номер 2. Тут одрамонтовали кабинеты, переважно господаршим способом, перевсталявали стадион и упрыгожили школьную территорию. Примали удел и наученцы, які працавали Амалю всё лето, и таким чином допомагали своим наставникам. На базе нашей школы работает волонтерский отряд. Участвовать в этом отряде может любой желающий. Ну, коллектив, конечно, меняется. Это не постоянный состав. Детки, кто-то работает с утра до обеда, кто-то после обеда работает. Ну, принимают всегда активное участие, работают с желанием. Приводили у парадок и установы, размешанные у сельской мясцовости. У городецкой допоможной школе-интернате, где научается и постоянно проживая коляста детей, які опынулися у непростой житёвой ситуации, был реализованный замежный проект. Итальянский фонд «Допоможем им жить» оказал спонсорскую допомогу большим на 50 тысяч евро. К нам приезжала делегация итальянцев в марте месяц, которая предложила проект по реконструкции санузлов и душевых кабин. И летом вот они в количестве 42 человек волонтерской группой приехали работать у нас. Работали две недели. За две недели провели огромный объём работ. Позавага не засталась и неводная установа района. 1-го вирусня за парты Рогачёвских школ сядут коля 6 тысяч хлопчиков и девчонок. И несумненно обновленные и больше утульные школы посприяют досягнению высоких выников у новым научальным годзе. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачёвский район.